Считатели, сегодня в гостях у Комсомольской правды астрологи международной категории, организаторы, руководители и преподаватели школы практическо-позитивной астропсихологии, а также авторы астрологического календаря для Украины Елена Осипенко и Юрий Буянов. Здравствуйте. Вы пришли к нам не с пустыми руками, смотрю, вы принесли календарь к нам в студию. Да, да. Что за календарь? Скажите хотя бы в двух словах, что это, можно ли его купить и что он принесет полезного для читателей? Ну, первый номер календаря вышел очень давно, ему уже почти 23 года, хотя здесь номер 11 выпуск от официального издания. И мы делаем этот календарь уже очень давно как руководство к действию, потому что есть периоды благоприятные для начала дела, есть периоды не очень. И вот этими календарями мы просим людей быть в гармонии с природой и космосом, потому что есть природный цикл и есть индивидуальный цикл у человека. И очень важно, чтобы наш индивидуальный не противоречивать природному, чтобы мы действительно были гармоничными людьми. Это календарь лунно-солнечных циклов. Очень важно нам понимать, что луна влияет на всех людей, как на мужчин, так и на женщин, и более того, даже на страны, на народы. И, конечно, в периоды определенной, полнолунии, например, мы видим большую активность людей, в периоды новолунии более худшее самочувствие, и можно его применять в разных-разных областях жизни, как в бизнесе, так и в психологических аспектах. В медицине обязательно, потому что очень много врачей, пользуясь астрологическим календарем, луна-солнечным, успешно ведет свои дела. Они понимают, с чем приходят пациенты, как им лучше помочь. Поэтому он очень многогранен. И сегодня вы будете видеть, что, отвечая на ваши вопросы, я не раз буду в него заглядывать и рассказывать о предстоящем годе. Как, вот, скажем, иллюстрацию того, насколько это все работает, я могу вам продемонстрировать, что неделя, длина недели 7 дней, это часть лунного цикла. Через 7 дней, через каждые 7 дней, меняется фаза Луны. То есть лунный цикл в полный. 28-29 дней, если поделить, 4, получается 7. И вот в эти фазы, так сказать, терминальные, происходит вот такое, ну, как бы ухудшение состояния людей. И в связи с чем, в древности, вот как там было в Библии написано, что 7-й день, я дай Богу, приняли решение отдыхать в это время. То есть выходные дни. Тогда, когда писали в Библию, не было календарей. И люди смотрели на Луну, видели, когда полнолуние, ну, голова болит, надо. Будем отдыхать. На Луне, когда ее не видно, тоже отдыхаем. И вот в эти четверти тоже. Ну, вот так вот. Плюс еще, возьмем такой пример, что сколько дней, о, вернее, почему в круге 360 градусов? Почему? А сколько дней в году? 365. 365. Ну, то есть, видимо, у тех людей, которые впервые это все делали, наблюдая за движением Солнца, по небосклону, увидели, что полный цикл Солнце делает за 360 дней. Ну, у них были там свои, там, эти системы измерения. Потом изобрели телескопы, и все остальное. И количество дней, скажем, поняли, что количество дней больше, чем 360. Но уже менять было поздно. Вот. Поэтому вот такая вот схема. То есть, и Луна, и Солнце влияют на жизнь и деятельность человека. И с этого всего начиналась астрология вообще, как наука, как система знаний. Вот. Мы хотим еще, я каждый раз буду это начинать, любую встречу с средствами массовой информации, с того, что астрология — это не ясновидение, не колдовство, не гадание, и не экстрасенсы. Мы не экстрасенсы. Вот. Мы, прежде всего, мы математики. Наш самый главный инструмент — это вот такая, по сути, астрономическая таблица эфемерид. То есть, это положение планет в определенный момент времени. Открою. Да. Ну, если вы увидите, то... Там только цифры, и больше ничего. То есть, для того, чтобы ответить на ваши вопросы, нам нужно вот это, просудировать вот эту книгу на определенном срезе и дать вам ответ. То есть, проанализировать вот эту информацию, прогноз на человека выглядит вот таким вот образом. Прогноз на человека — это натальная карта, так называемая. И для того, чтобы ответить на вопрос, нам нужно вот составить такой вот объем информации. Ну, как характерно... Графики, схемы. Графики, схемы, да. То есть, мы не сидим, не смотрим на небо и не вещаем что-то там в измененном состоянии сознания. Вот. Мы анализируем вот такую вот информацию. Ну, больше всего людям нравится вот такая вот такая вот таблица. Графики. Фактически на каждый день. Фактически на каждый день. Но это индивидуально. Это индивидуально, да. И еще хочу сказать, что прогнозы по знакам, зодиака, которые в любом средстве массовой информации есть, это не астрология. И их делают, ну, скажем так, либо они чистые на руку астрологи, либо вообще люди далекие от астрологии. Ну, скажем так, редактора или сотрудники средств массовой информации. То есть, заверять к тому, что мы слышим на радио и читаем журналы не стоит? Да. Это чушь. Ну, я могу прорегустрировать таким образом. Вот если в одном и том же роддоме в один и тот же момент времени рождаются два разных человека. У них судьбы будут, естественно, разные. То есть, говорить о том, что человек, родившийся вот в определенном там периоде, независимо от возраста, времени и прочее, у них будет одинаковая судьба, это просто чушь. Вот таким вот образом я хочу сказать. У вас вот написано, что у вас позитивная астрология. Позитивная. То есть, вы плохих прогнозов не даете этим, только настраиваете на позитив? Нет, мы не одеваем на людей розовые очки. Мы считаем, что ситуация вот кризисов или ситуация каких-то испытаний, которые выпадают на их. Это ситуация уроков. И не нужно рассматривать это не с позицией за что. Знаете, как бы, за что, Господи, за что? А, Господи, для чего? То есть, что нужно сделать для того, чтобы ты прошел этот урок с честью и перешел, скажем так, на следующий уровень развития? Вот так. мне хочется здесь добавить, что когда человеку делается карта, натальная карта или гороскоп, в ней не может быть ничего плохого, в ней есть потенциал личности. То есть, насколько человек сможет его раскрыть, это зависит от его внутренних качеств, характера. Поэтому совершенно не нужно бояться обращаться к астрологам. Но есть астрологи, которые пугают, которые, смотря на гороскоп, говорят людям, как вы еще живете. Это больно и грустно, потому что действительно знание своей карты помогает нам видеть проект своей жизни. Как мы можем наилучшим образом распорядиться своими силами, чтобы добиться наилучшего успеха, раскрыть таланты и способности, проработать какие-то трудные моменты. И вот мы говорим трудные, будем говорить сегодня, давая прогноз Украине, напряженные периоды, кризисы. Мы не считаем их плохими. Это всегда большая возможность человека взять в своей жизни произвести те перемены, которых он хочет. Поэтому плохих периодов не бывает. Спасибо. Ну, приступим к вопросам от читателей. Давай. Первый вопрос от некого Ника. Дайте совет, как же встречать год лошади, что они, чем угощаться, может, нужно что-то как-то, ритуальчик провести, чтобы задобрить коня. Ну, прежде всего, я хочу посоветовать, да, определиться этому Нику с тем, в общем-то, какой он какой религии он принадлежит. Если он считает себя буддистом, ну, скажем, модертом буддийской религии, то, пожалуйста, пусть он встречает год коня. А если он все-таки православный христианин, то, в общем-то, это делать не стоит, потому что это все равно, что прийти в христианский храм, православный храм, в буддийской одежде, и начать вместо молитв какие-то читать буддийские мантры, ну, в лучшем случае вас попросят удалиться, вот, в худшем, ну, вы узнаете себе много нового. Я хочу сказать еще, если все-таки вы хотите, чтобы вам эта лошадь помогла, то не встречайте год лошади 1 января, как все почему-то считают, то же самое по наветам вот этих вот всех средств массовой информации. Год лошади по восточному календарю наступает 31 января. 31 января. В ночь с 30-го. с 30-го 31 января. Его будут праздновать восточные народы. Ну, в том числе китайцы. Потом, чтобы не было никаких, ну, скажем, иллюзий для китайцев, у них этого нету, вот, то, что, я не знаю, откуда все это берется, в какой одежде, что там делать и так дальше. У них самое праздничное одежда красное всегда. И они никогда не одеваются там в цвет вот этих лошадей или коней или кого там еще, змей всяких. Вот. У них ритуал определенный есть. В общем-то, я думаю, что не стоит этого делать, если вы не понимаете, зачем это все. Вот. Это ритуал, например, выход дракона. Вы это будете делать? Я думаю, что нет. Вот. Мы были в Китае. Да, мы были в Китае, почему все это и знаем. Цвет одежды у них красный. На столе у них праздничное блюдо это пельмени. Которые они лепят всей семьей. Пельмени лепят всей семьей из разных сортов мяса. Или овощей. Да, то есть в зависимости от того, что они там любят. И вот то, что там пишут в этих журналах и прочем, я не знаю, откуда вообще люди это берут. И встреча Нового Года будет с 31 января по полнолуния. По полнолуния. По полнолуния до полнолуния. И хочется здесь сказать о правиле важном, что восточные народы встречают Новый Год всегда в новолунии. Это очень важно. У них лунный календарь. Кроме этого, это второе новолуния после дня зимнего солнцестояния. Это важное правило. И поэтому эта дата, она из года в год меняется. Ну, не сильно. Да. Январь, февраль. Вот так. Так что Год лошади, если охарактеризовать в целом как, ну, скажем так, как символ, то это год деревянной лошади. Дерево – это некоторый такой символ, который родовые традиции уважает. Это корни, которые должны быть глубоки, почитаемы. Очень важно в этом году быть гибким, как дерево. И уважать свой род. Помириться с мамой, папой, с своими родственниками. И действительно, это то, что дает силу каждому человеку. Это очень важно понимать, что близкие люди не могут быть врагами. Ну, и сам по себе лошадь, сама по себе это животное, оно стихия огня. Поэтому огонь – это творчество, огонь – это активность. Поэтому гибкость и активность – это те качества, которые помогут людям в этом году достигать своих успехов. Что-то такое глобальное произойдет в следующем году? Давайте начнем с начала года. Очень интересно, мы тоже встречаем этот Новый год 1 января. Потому что сам по себе момент Нового года приходится на 29-й лунный день. Он считается сложным, ну, критическим. Но, опять-таки, скажем, что нет двух дней. И вот этот день мы просим обратить внимание на то, что будет на столах. Потому что очень советуем людям много не пить. Это важно. Может быть, где-то лучше диета, чем какие-то жирные блюда. Потому что в Новолунии человек может чувствовать себя хуже, чем в другие периоды Луны. И может быть ослабленный фон, иммунитет ослабленный. Поэтому, но, что хорошо, с 1 января у нас тоже как будто вот мы празднуем на Востоке, только, ну, тоже Новолунии. С Новолунии у нас как бы начинается год. И можно дать вот такой вот рецепт. Во-первых, 29-й лунный день накануне Нового года закрыть все свои долги по возможности. Это важно. Да, 29-й лунный день. Чтобы чистыми войти в новый цикл. Во-вторых, я сейчас скажу дату, момент, вернее, точного Новолуния 13 часов 14 минут. 13-15. И в это время есть важное правило, да, все уже протрезвеют и смогут это сделать. Можно сесть и спланировать мероприятие на месяц. Вот в каждой Новолунии есть важное правило. Первый час первого лунного дня, который всегда начинается с момента Новолуния, планирование это лучшее, что может сделать человек. Начинать еще рано, но спланировать, понять, чего ты хочешь в этот период хорошо. В физике доказали, что в момент Новолуния или солнечное изогнение, которое происходит тоже в Новолунии, все на Земле уплотняется. Точно так же уплотняются наши мысли, они легче материализуются затем. Ну и затем мы хотели бы дать рекомендации по году в целом, какие периоды благоприятны, для чего. Но приходится признать тот факт, опять-таки, что нет ничего плохого, но начало года и вся первая половина года является сложной для начинаний. Мы не советуем начинать важных мероприятий, но понимаем, что каждому человеку нужно делать, действовать. Мы говорили только что об активной лошади. Нужно понимать, что действия, которые мы начинаем в первой половине года, вот начиная с 20 декабря по 2 июля будет происходить период длительной ретроградности планеты. Одна планета становится в это движение, затем выходит, становится следующая, затем следующая выходит, становится третья. И мы сейчас более подробно расскажем о каждом из этих периодов. И поэтому нужно понимать, что этот период проходит как пробка на дороге. Достаточно сложно, придется толкать, тратить больше сил, но опять-таки трудности нас закаляют, поэтому бояться этого не надо. Если можно переложить дела, лучше их переложить на вторую половину года. Если нельзя, нужно действовать, но понимать, что не будет легкого результата. И вот с 20 декабря по 31 января будет первый период ретроградности Венеры, который бывает ретроградно не каждый год, а раз в полтора года. Венера – это экономика, стран, сразу скажем, больше, ну сначала с такого масштаба, но и затем приблизимся все-таки к тому, что Венера – планета взаимоотношений, гармонии, любви, дорогих покупок. Поэтому вот это все лучше в этот период не делать. Не вступать в брак. Если можно перенести свой союз на другое время, лучше перенести. И это время можно использовать для чего? Вот, знаете, любой период ретроградности – это как ремонт, реорганизация, реконструкция. Нужно понимать, что мы можем что-то внутри себя изменить, мы можем подкорректировать какие-то свои отношения, восстановить старые отношения, сделать переоценку ценностей внутренней, задуматься о смысле собственной жизни, подумать, а для чего вот каждый из нас живет и что он хотел бы в этом мире сделать для своей страны, для своей семьи, для друг друга. Это очень важный момент. Поэтому хорошо, что у нас есть просто время для этого. Для раздумья. Для раздумья. Затем, как только Венера выйдет, вступит ретроградность Меркурий, которая будет ретроградным, ну, фактически, уже там, с 5-го числа, с 5-го февраля и по 28-го февраля. Весь февраль. Но если очень надо, я вот два дня даю хороших. 3-е, 4-е февраля на растущей Луне. Вообще, нужно запомнить всем, что, чтобы дела были успешны, нужно начинать их на растущей Луне. Если мы начинаем их на убывающей Луне, особенно близко к Новолунию, дело будет постепенно затухать. А нам нужно, чтобы оно жило, чтобы оно продолжалось в своем движении. И вот как раз вот эти два дня в феврале, 3-е и 4-е приходятся на растущую Луну. Луна в это время будет проходить по знаку Овен. Это начинание, это смелость, это активность. Поэтому, кто не может ждать до 2-го июля, пожалуйста, понедельник и вторник у вас будут в феврале месяце. Но ретроградный Меркурий это бог Гермес, купля, продажа. Это то, что связано с передачей информации. Поэтому очень важно тоже понимать, что документы, которые подписываются в это время, должны быть тщательно проверены. В них возможны ошибки. Может быть, несколько людей, чтобы их проверило. В это время могут тормозиться ситуации по перемещению людей. Там, например, из одной страны в другую, из одного города в другой. Задержки на транспорте. Задержки в транспорте, да. Это мы наблюдаем каждый раз. Каждый раз, когда Меркурий вот какие-то даже пробки на дорогах. Грузы могут проставить на таможне. Не в городе, а вот задержки где-то международного сообщения. То есть самолеты, рейс отменяются. То есть это да. Чтобы люди, когда соберутся путешествия в это время, чтобы они это учитывали. Ну вот переходим к марту. А в марте на смену Меркурию уже почти сразу, с 1 марта по 20 мая. Хочу сказать, что Марс ретроградный, который вступит в эти права ретроградности в это время, Марс это бог войны. Я не говорю о том, что будет война или какие-то другие события. Наоборот, предупреждаю о том, что любая агрессия, любое насилие, которое в этот период проявляется, оно возвращается против тех, кто его проявил. Очень важно здесь не проявлять ни агрессию, ни насилие, быть мирными, быть дипломатами в решении своих вопросов, разных вопросов. И Марс бывает ретроградным не чаще, чем раз в два года, но стоит 80 дней, достаточно большой период. Марс это активность. И в это время, конечно, активность может стухать, активность может тормозиться. если мы что-либо в это время начинаем, мы должны быть готовы, что мы потратим больше сил для инициации любого дела. Результат не будет таким, каким бы вы его хотели видеть. То есть с большими усилиями достичь поставленной цели будет приходиться. И еще не покупать в это время автомобили. Почему именно автомобили? Марс автомобили. Да, это вот это все это мы не с потолка берем. Да, 11 лет издаем этот журнал и все эти наблюдения это пропускаем через себя. Но 21 марта наступает Новый год, еще один, который мы можем праздновать, потому что думаю, что все славяне праздновали этот день и до сих пор многие народы считают этот день Новым годом, например, в Иране. И 21 марта это день весеннего равноденствия. Год, который начинается в это время имеет даже тоже свое тотемное животное. Это год петуха по зороастрийской традиции авистийский календарь. И петух это животное достаточно активное. Оно разгоняет тьму своим пением по утрам. И я вам скажу, что все-таки это достаточно такое животное птица активное в плане революционных каких-то моментов, преобразований каких-то. Поэтому очень важно нам придерживаться все-таки того внутреннего посыла или цели, которую мы для себя поставили и стремиться ее реализовать. Очень важно, чтобы эта цель была прогрессивная, новая, которая развивает, ведет к эволюции человека. Не стоять на месте, а двигаться вперед. Вот это основное тоже пожелание года, которое начнется с 21 марта. Апрель месяц у нас тоже весь ретроградный Марс, и здесь добавляется еще пара затмений. Нулевые дни там были. Ну, да, я не говорила, может быть, позже скажем. Если вернуться к марту, чтобы мы не забыли про это, вот как раз пять дней в году, которые остаются 360 плюс 5, да, они называются нулевые солнечные дни. Их всегда пять или шесть в высокосном году, в этом году пять, и они тоже имеют свое правило. В это время лучше подвести итоги, не планировать важных начинаний с 16 до 20 марта каждый год. Это время строгого поста, молитвы, почитания предков, и они духовные дни. Поэтому мы не считаем их Божьими ни в коем случае плохими, они очень нужны для того, чтобы человек опять-таки завершил определенный цикл, в данном случае солнечный цикл, и первый солнечный день у нас начинается с 21 марта. Мы начинаем новый солнечный год. По древнеславянской традиции именно 21 марта назывался Велик День. Велик День, да. Это как начало весны, астрономической весны. И вот эти дни поста, оно перешло, скажем так, из славянской традиции в нашу, нынешнюю, когда отмечается Пасха, которая, ну, в общем-то, не славянская, я так говоря. Ты можешь сказать про затмения? Они будут? Хорошо. В апреле месяце будет пара затмений, и следующая пара затмений будет в октябре месяце. Поэтому вот раз в полгода они бывают регулярно, ничего страшного затмения не несут, и мы каждый раз приводим вот такой вот образ, что ли, символ. Это как посты ГАИ, которые проверяют документы на дороге у тех водителей, в принципе, у всех водителей. Всех, да. И кто-то, кто не нарушает законов космических, человеческих, государственных, он следует дальше, его пропускают дальше, да. А те, кто нарушает, те, кто действительно не выполняет свои задачи, не выполняет свои миссии, поэтому эти периоды называются кармическими, могут остановить, проверить документы и не пустить дальше. Символически. Символически, да. Поэтому 15 апреля у нас лунное затмение, а 29 апреля солнечное затмение. Солнечное затмение будет в 9 часов 15 минут. Это точная фаза затмений. К нам часто обращаются и говорят, вот почему там в интернете указывается другое время. Мы указываем точную фазу затмения. В интернете могут указывать момент начала видимости затмения. В интернете могут начать, да, начало затмения. А оно может быть и на 3 часа раньше. Да. Поэтому вот так почти на восходе солнца у нас происходит, ну, чуть позже, вот такое солнечное затмение. Чем оно интересно? Ну, во-первых, наверное, интересно читателям узнать, что люди, которые будут праздновать свой день рождения в период затмений, вот с 15 по 29 апреля, это год перемен для них. Когда спрашивают, плохие перемены или хорошие, мы говорим, что не бывает плохих перемен. Каждый человек в этот период, который хочет что-то изменить, который рожден в это время, может в своей жизни, сделав, ну, мне кажется, небольшие усилия, все-таки в своей жизни поменять то, что они хотят. И рассмотрев свое отношение к миру, вот самое главное, что можно. Также запомните время, 9 часов 15 минут, можно сесть и написать планы проекта на год вперед, учитывая периоды ретроградных планет, как бы те природные ритмы, которые будут работать, все равно, независимо от нашего знания, их или нет, но также желательно, конечно, людям узнать и о своих благоприятных периодах, чтобы не потерять время, чтобы наоборот использовать благоприятное время для начинания в этом году. Ну, до второй фазы затмений мы дойдем, до второй пары затмений. В апреле продолжается Марс еще ретроградный, поэтому начинать дела еще рано. Вот мы подходим к маю с вами. И в мае месяце тоже могу вам сказать один день, который мы в календаре отметили оранжевым цветом, как благоприятный, но не могу назвать его абсолютно благоприятным, потому что дальше снова начинается период ретроградности Меркурия. Но 20 мая можно, если очень нужно что-то сделать, пожалуйста, пользуйтесь этим днем, сделайте что-то в него. Это вторник. В июне месяце, весь июнь будет период ретроградного Меркурия опять. Он три раза в году бывает ретроградный. Ну, может, объяснишь, что такое ретроградность? Ну, ретроградность это вообще астрономическое явление, которое, в общем-то, никакой мистики оно не имеет. Просто планеты, когда двигаются по своим орбитам, иногда сближаются. В том числе, вот если планета приближается к Земле, она в движении своем, она считается ретроградной. То есть она как бы двигается навстречу. Но это ничего страшного в этом ничего нет. Просто в это время наблюдаются вот такие вот явления, скажем, которые уже неоднократно проверены, что нарушаются какие-то там действия, которые люди запланировали на этот период. То есть лучше в это время не начинать. Не начинать, но жить нужно, трудиться нужно. Затем нужно завершать, отдавать долги, восстанавливать отношения. В календаре мы всегда указываем не просто там отсутствие, например, оранжевых дней, для начала важно. Не говори вот это, оранжевые или не оранжевые. Люди не знают, что это такое. Я уже сказала, что это хорошее, благоприятные дни. А белые дни, они... Ты еще подумал, что оранжевый в том. В том. А белые дни, это периоды, как раз которые можно использовать, если нужно все равно что-то делать. Фиолетовые дни, они неплохие, они даются для больше духовной работы над собой, потому что для нас тоже важны эти дни. Но лучше для них делать работу внутреннего характера или вот такую, как бы ремонтную работу в это время. Ну и вот теперь могу назвать благоприятный период. Кто дождется, кто действительно... Кому выдержки платит. Кто выдержки платит. Выдержки платят. И дела позволяют. Со 2 июля до 25 августа. Достаточно большой, благоприятный период. Почти два месяца. Здесь можно и свадьбы играть, и дела начинать любые. И в принципе этот период для всех начинаний подходит. Но есть важные еще правила, чтобы растущая луна была для хорошего дальнейшего результата. И чтобы не попадали на определенные дни, которые называются сложными, которые очень близки к фазам луны. Новолуния, первая четверть, полновуния и третья четверть. Вот в эти периоды люди просто себя плохо чувствуют. Поэтому может просто сил не хватить сделать то, что они хотят. Второй благоприятный период будет с 14 сентября до 3 октября. И третий благоприятный период большой с 26 октября до 31 декабря включительно. То есть уже в следующий Новый год. Это будет период достаточно такой активный для действий. Период затмений будет длиться с 4 по 25 октября. Это вторая пара затмений. И тоже люди, которые будут в это время встречать свои дни рождения, должны знать, что дальше после этого периода в течение года они могут в своей жизни произвести определенные корректировки изменения. Но, да, попали. Но здесь тоже есть такой момент. Мне хочется вот сейчас показать вам еще раз, как выглядит гороскоп. Ну вот мы берем гороскоп Украины, он лежит у меня на столе, вот такой красивый, цветной. Нужно понимать, что у нас кроме Солнца много других планет. Как минимум 10 всего главных планет вместе с Солнцем и Луной, которые являются главными, основополагающими. И мы сейчас говорим о людях, которые празднуют свой день рождения в эти периоды. Но в этом интервале, где проходит затмение, может у человека в гороскопе стоять Луна, Венера, Марс или какие-то либо другие планеты. И если человек этого не знает, он действительно может упустить время, потому что перемены и для таких людей будут очень позитивными, и они могут помочь себе в жизни. Так что перемены затронут многих. Вы составили гороскоп Украины? Да. А что Украина ждет? Давайте вот о глобальном теперь. Может быть, стоит немножечко познакомить читателей с тем, какие потребности у нашей страны. Очень важно понимать, что вот человек, когда мы говорим о гороскопе человека, тогда счастлив, когда он реализует свои потребности, когда он живет так, как он хочет. И вот в карте Украины тоже есть некоторые потребности, которые очень важно учитывать. Мне хотелось бы сейчас обратить внимание на Луну, потому что то, что происходит в наше время, сейчас, в настоящий период, касается народа Украины. И Луна в этой карте стоит в знаке водолей. Если вы вспомните ярких представителей, рожденных вообще под этим знаком, мы вспомним, что они достаточно независимы, они достаточно свободолюбивы, им хочется быть, ну, не в рамках чего-то, не в каких-то ограничивающих условиях. Поэтому народ наш свободолюбивого плана... Самый яркий – это Владимир Высоцкий, если вы знаете. Да. И, конечно, очень важно к нему найти правильный подход и отношение к нему не может быть через силу, через насилие, через ложь. Очень важно учитывать это нашей власти, которая уже к этому времени допустила много ошибок. И вот из этой карты мы можем сделать уже некоторые прогнозы, которые, наверное, интересуют людей. Ну, скажем так, два года назад на обозревателе мы об этом, о том, что, возможно, такое же будет происходить, мы уже говорили. То есть это есть в Ютубе, желающие могут посмотреть. То есть о том, что кризис будет в конце 2013 года, мы уже говорили. Вообще страна светлая, хорошая. Марс в карте нашей страны находится в знаке Девы. А Дева – это трудоголики. Наш народ очень трудолюбивый. И рядышком с Марсом стоит белая Луна, которая показывает на светлую цель в действиях. Это раз. Во-вторых, хочется показать немного о структуре государственности, сказать. Дело в том, что в знаке Козерог, это знак говорит о политической системе, и вообще о системе как таковой, которая строится на законных условиях, на Конституции. Есть, кроме нормальных планет, есть еще и Черная Луна. Черная Луна – это слабое место. И вот действительно, в нашей системе государственной есть слабое место. Чуть позже я скажу, кто может нам помочь в этом. Черная Луна в Козероге – это как отсутствие цели. Ну, невозможно поставить цель. Определенный хаос, определенные трудности в построении. Неопределенные, да. Вот такой устойчивости. Нет какой-то национальной идеи, что ли, вот так. Общей национальной идеи нет. Хотя, это всему этому мы должны научиться, путь эволюции нашей страны связан как раз с тем, с объединением, с консолидацией, с определенной постановкой светлой, хорошей духовной цели. Потому что рядышком вот с этим показателем, узлом стоит Нептун, а Нептун – планета веры. Очень важно нам стремиться и идти к вере. Ну, вот события, наверное, которые сейчас проходят, они закаляют людей. Именно в этих качествах вера, надежда обязательно. Итак, мне сейчас хочется показать вот этот круг, который является, ну, на сегодняшний момент одним из самых вот важных методов прогноза. Это цикл Луны. Ну, если мы его увеличим до цикла лунной, до годов, да, то это 29-летний цикл, который есть у любого человека и есть у стран. И мы можем увидеть, где мы сейчас находимся. Мне хочется вам показать сейчас, что 2004 год, прошлая революция, которая была, она предшествовала моменту нового начинания. Вообще, любые фазы Луны, когда мы рассматриваем, новолуние, первая четверть, полнолуние, третья четверть – это кризисные фазы. Именно эти фазы, ну, большое напряжение испытывают люди и те, кто проживает их. И вот новолуние, если вы вспомните события 2006 года, когда 2004 предшествовали, а 2006 – это момент начала, действительно был кризис, когда уже новое правительство, за которое вышел народ голосовать, вернее, оно вышло не за правительство, а против того, которое существовало, не смогло договориться, и было разочарование у людей. Но этот момент еще достаточно слабый, мы с вами говорили о том, что в новолунии мало энергии, мало сил. И вот мы растем, развиваемся, поднимаемся по ступенькам выше, и на сегодняшний день мы находимся точно-точно вот в этой первой четверти Луны. Я даже ту дату и выписала, конец ноября, начало декабря, мы об этих датах 2013 года говорили еще в 2011 году. Это период вызова, период действительно очень важного выбора. И этот выбор должен быть обязательно прогрессивный, эволюционный, нам нельзя остановиться. У всех людей есть вершина, но не все люди ее реализуют, потому что вот здесь останавливаются, испытывая некоторые трудности. Но те, кто принимает вызов, те, кто дальше следует по пути прогресса и эволюции, они побеждают, и они доходят до того, что мы называем сбор урожая. Мы имеем полную возможность в нашей стране быть успешными, мы имеем возможность достичь тех целей, которые мы хотим, но действительно очень большая противоречия, очень большое противостояние происходит сейчас. Когда мы смотрим на наш парламент и какие люди там находятся, мы видим, что они не могут договориться, но парламент выбирает народ. Поэтому от того, сколько там одних сил и противоположных сил, которые мы называем сейчас оппозиция, так же и в народе тоже считают люди. Кто-то хочет перемен, а кто-то их не понимает или не хочет. Так же и когда мы рассматриваем луну в карте Украины, мы говорим о знаке водолея, а если мы вспомним о его символе, водолей льет живую воду и мертвую воду. Мертвая вода связана с отсутствием прогресса, с отсутствием перемен, а живая вода связана с переменами. Поэтому каждый человек действительно, вот как он понимает, как он видит этот прогресс, так он и хочет жить. Но прогресс это всегда новое, эволюционное изменение. Поэтому сейчас необходимо произвести в жизни определенные перемены. Нам кажется, что было бы это связано с евроинтеграцией, это хорошо было бы для нашей страны. Я составила гороскоп Евросоюза. Сейчас. Нет, это Украина. Вот он, заложила его немножечко. Вот карта Евросоюза. Мне сейчас тоже хочется обратить ваше внимание, что это договор подписан, когда солнце было в знаке водолея. Народ Украины стремится к Евросоюзу, потому что здесь есть некоторые родственные моменты. Луна — это чего хочет люди, чего хотят люди, а солнце — это что может дать этот союз нам. Но я сказала бы, что не только Евросоюз может что-то дать нам. Мы действительно можем дать друг другу. Вот, например, нашу черную луну в Козероге, как раз, которую мы вам показывали, может Венера Евросоюза закрыть. А Венера — это экономика. Действительно, нам могут помочь сделать правильный выбор, поставить правильные цели, чтобы мы быстрее двигались к тому, чего хочет наш народ. Но, кроме этого, есть еще определенные планеты в нашей стране, которые закрывают черную луну Евросоюза. То есть мы нужны друг другу. Это было бы прогрессивным, интересным моментом. Чтобы сделать такие выводы, мы стараемся быть вне политики, не вовлекаться эмоционально в то, что происходит. Иначе мы не сможем, абстрагировавшись, сделать правильный прогноз для и страны, и для человека. Поэтому, ну вот, наше видение такое. Мы верим, что мы растем, мы развиваемся. И так как скорость сейчас всех процессов достаточно велика, это может быть не 20 лет, как потребовалось Польше. У нас это может быть гораздо быстрее. Очень спасибо, что развернутый ответ. Да, спасибо. Хотя 2014 год достаточно сложный для нашей страны. Он требует много мужества, много веры внутренней в успех. И не покладая рук, каждый человек должен трудиться. Толерантности, выдержки. То, что происходит сейчас, мы видим в событиях Украины, что действительно по другим методам прогноза идут подтверждения. Сейчас период такой, который, когда я вижу в картах обычных людей, я их прошу не воевать ни с кем, не ссориться ни с кем. Очень важно быть дипломатами. Политики на той политике, что они должны научиться договариваться друг с другом. А если они это не умеют делать, они не политики. И они забывают о том, что они прежде всего слуги народа. Поэтому даже то, что обещал наш президент, до сих пор не выполняется. Один из лозунгов был с вступлением в Евросоюз. Но вот видите, как получается, что он не выполняет своих предвыборных обещаний. Это то, что можно сказать. Кстати, некоторые моменты я выписала. Это тоже может быть интересно. В тот момент, когда был разгон Майдана, который первый раз собрался, вовсе не за оппозицию, а как раз за Евросоюз, за что-то новое, что должно было войти в нашу страну, то длительный период активизации общественного сознания, идеологических установок и реформ, освоения новых жизненных ценностей, революционная деятельность, то есть были предпосылки к этому. К сожалению, момент оказался острым, и люди дальше вышли защищать уже своих детей, свой народ. И вот то, что происходит до сих пор, вот плюс-минус неделя от 7 декабря, трактуется так астрологами. Необходимость принять на себя повышенные обязательства, увеличивается сила боли, концентрация на поставленных целях, самодисциплина. Знаменуется этим новый этап в политической и общественной деятельности, преобразование, борьба за власть. Придется преодолевать множество препятствий, столкнуться с врагами и оппонентами, и достаточно обостряется чувство опасности и незащищенности. Это то, что испытывает страна в целом. Поэтому вот так можно, не касаясь личностей политиков, мы не хотим их касаться, мы можем сказать в целом по стране, то, что вытекает и с момента рождения нашей страны 24 августа 1991 года. А есть какие-то прогнозы, как долго продлится это противостояние? Я вам честно скажу, что это может длиться целый год. Первая часть, это до мая включительно. Не Майдан, да, а вот это вряд ли власть уступит, она не уйдет. Это видно по картам политиков, которые сейчас будут защищать изо всех сил, то, что у них в руках. Но конец года, он очень ярко показывает на эволюцию страны. Там есть очень хороший аспект, который меня радует, как патриота своей страны. Юпитер в соединении с Солнцем. Юпитер — планета королей. Звезда, ну, планета счастья, которая дает возможность нам чувствовать себя реализованными, достигшими цели. Это хорошая планета. А Солнце — это самая важная планета, которая вообще есть в карте каждого человека. Оно и в стране нашей, она находится в первом градусе Девы. Так вот, Юпитер встанет на наше Солнце и даст возможность нам действительно увидеть результат своего труда, результат своей борьбы. Тех людей, которые, ну, вот, оказались смелее, оказались более верящими в то, чего хочет, по сути, каждый человек. Прогресса, счастья и развития. Еще я где-то считала, что комета пролетает сейчас где-то рядом, и комета якобы тоже повлияла на все эти события. Могут эти небесные тела? Это знамения, понимаете? Это просто как знамения. Они обращают внимание на что-то важное. Но как она может повлиять, вот это как-то сложно. Просто люди привыкли какие-то небесные знамения соотносить со своими действиями или еще что-то, и обнаружили, что вот, когда появляется планета, то что-то не так, как им бы хотелось это все происходит. Ну, можно так сказать. Вот еще вопрос денежный. От Кати посоветуйте, если сейчас страня-отстановка нестабильная, стоит ли забирать денежные сбережения из банков или все-таки все устаканится? Ну, если говорить о первой части года, устаканится, конечно, но год еще придется нам поволноваться, как минимум, наверное, до выбора в 2015 году. И хотелось бы вот сказать не только об Украине, ведь очень много стран тоже будет переживать на себе вот этот полугодовой период ретроградности. Если мы вспомним, что происходило в Америке в октябре месяце, там не решен вопрос. И он перенесен на 15 января, вопрос бюджета, который приходится на период ретроградной Венеры, планеты экономики. Конечно, сложно будет решить Америке этот вопрос. И тоже, говоря о прогнозе для этой страны, рассматривая только страну, а не личности, хотелось бы сказать, что это тоже трудный период и для Америки. Трудный, но неплохой. Очень важно нам это помнить. Именно в трудные периоды мы собираемся сообща, мы ставим перед собой цели, глобальные цели и достигаем их. Когда все гармонично, спокойно и хорошо. Мы расслабляемся. Мы расслабляемся. Это диванные такие вот аспекты, мы их так называем, ленивые. Так что вот сейчас пришло время что-то менять, что-то менять в стране, что-то менять в каждом человеке. В каждом из нас есть тот и минус, и плюс, который привлекает во внешнем мире определенные ситуации к нам. Так что если кому-то что-то не нравится, может быть, стоит заглянуть внутрь себя и разобраться, а что? Что ты можешь конкретно сделать в своей жизни для себя, для своих близких или своей страны? Но пассивным точно быть сейчас нельзя. Эмель еще пишет нам. Интересно, может ли астрология влиять на политику и политика? Прислушиваются ли вас придержащиеся этому астрологам? Опять-таки хочу напомнить про ошибки, которые уже делало правительство. Делая достаточно важные такие вот организации, ну такие как вот парламент наш образован 12 декабря 2012 года. 2012 года, еще и 12 часов они начали. 12 часов, они хотели блеснуть, наверное, знанием нумерологии, но получилось так, что это был 29-й лунный день, который совершенно не является благоприятным для начинаем. Он наоборот говорит о торможении, о том, что он пройдет через фазу ну где-то умирания и нового рождения. Поэтому, ну очень грустно, что наши политики не смотрят на эти факты. Хотя я знаю, что некоторые люди из Верховной Рады все-таки обращают внимание, там есть хорошие, нормальные люди. Но Америка, вот например, как страна, которая имеет государственные институты, институты астрологии, они всегда делают вот очень важные моменты в своей жизни, государственные моменты, в хорошие дни. И мы показывали в прошлом году на пресс-конференции календарь 2012 года, когда... Бывая анаугурация Обамы, не было... А, выборы президента были во вторник. А, выборы были во вторник. Гармоничный день. То есть не в выходной день, а были во вторник. Вот этот день был у нас отмечен как позитивный. Ну, конечно же, не по нашему календарю это все строило, но тем не менее... Даты совпадают с их... Они там, наверное, все-таки не прислушиваются. Прислушиваются, прислушиваются. Да, нет. Насколько мы знаем, что в ноябре 2014 года в Америке будет тоже важное событие. Это парламент или что там будет. 4 ноября. Эта дата, она установлена, она есть в информационных источниках. Если вы посмотрите, здесь оранжевый день. Луна в Овне, для начинания хороший день. Растущая Луна, здесь соблюдаются все абсолютно правила. Так что, мне кажется, и я уверена даже, не кажется, что там обращают на это внимание. Может быть, в каких-то странах тоже. Мне приятно, что Европа пользуется нашим календарем. Наши клиенты видели наш календарь на столе у профессора медицины. Очень важно использовать, конечно, эти знания и для здоровья своего, не только для каких-то пониманий политических аспектов жизни. Елена сдавала, значит, экзамен в Европейском обществе геокосмических исследований США. Американское общество геокосмических исследований. Не в Америке, они сюда приезжали и экзаменовали вот среди прочих и Елену в том числе. То есть у них это на государственном уровне это все равно. Достаточно серьезно. Среди ваших клиентов я так понимаю есть и политики, и бизнесмены в том числе. Да, в том числе. Просто мы не имеем права называть их из этических соображений. Далее вопрос от Семёта. Скажите, если астролог предсказал что-то неприятное, можно ли это изменить и как это сделать? Еще вот вопрос, существует понятие рожден под несчастливой звездой. Тоже как-то влияет это. Или это все брехня? Это все брехня, да. Давайте исходить из того, что да, у каждого человека есть карты, есть потребности, но у каждого человека есть выбор. Это нам дано как вот людям, которые могут распоряжаться своей жизнью. Жить по карте. Да, у нас есть выбор стоять на месте, у нас есть выбор двигаться вперед, у нас есть выбор вообще оступиться и где-то какое-то время стоять на коленях. Но всегда у человека есть этот выбор. И нельзя говорить, что судьба, она полностью со всех сторон человека ограничивает. Нет, конечно. Поэтому от того, насколько внутри человека сильна его вера, желание, определенное стремление реализовать себя, сделать что-то большее, чем просто прожить жизнь для себя, тем больше он сможет успеть в этой жизни. Поэтому очень важно понимать, что судьба, понятие относительно это только как карта дорог. Судьба – это удобное слово для людей, которые не хотят действовать. Которые не хотят действовать, совершенно верно. Выбор есть и у нашего народа, выбор есть и у политиков наших. И мы, вот говоря о выборе, который делается сейчас народом и нашими правителями, хотели бы сказать, что ситуации революции могло бы и не быть. Кризис может проходить совершенно по-разному. Если бы наши политики приняли бы вот… Заранее какое-то решение, которое бы вот это все… Являлось бы прогрессивным для страны, не боялись бы этих трудностей. Потому что со всем можно справиться. И очень важно в это время было вот как-то продумать эти все вопросы. И не было бы этих жертв, которые есть сейчас. А конкретно этому человеку можно отведить так, что не бывает плохих или хороших событий. Плохими или хорошими делаем их мы. Вот есть ситуации уроков. То есть если вам не нравится то, что вам сказал астролог, то пробуйте посмотреть на это не как на что-то плохое, а как на ситуацию выбора. Вам предлагается в этот момент сделать выбор. И вы его сделаете, если преодолеете это, себя преодолеете, сделаете какие-то выводы позитивные, то это пойдет к вам на пользу. Но тут нужно смотреть конкретно, что он вам там предсказал, еще что-то. И потом понятие несчастливой звезды не существует. Если кто-то, какой-то вам сказал, астролог или там не знаю кто, что вы родились, то гоните его подальше, потому что он в дальнейшем будет манипулировать вами. То есть скажем так, скажешь, вот у тебя сейчас все плохо, или как ты до сих пор живешь таким гороскопом, и начнет просто тупо с вас тянуть деньги. То есть это цыганский гипноз, скажем так. Множество у меня клиентов, которые приходят и говорят, астролог сказал, что не будет детей. Да, вообще. Я смотрю, ну нет таких показателей. Вообще, для чего люди пугают? Для того, чтобы посадить на крючок, и чтобы все время были под каким-то состоянием страха. А ведь очень удобно управлять людьми, когда они боятся. У этой женщины, кстати, уже двое детей. Другой сказали, что ее сына посадят в тюрьму, а всего лишь показатель был на то, что человек интересуется психологией. Когда я спросила, где учится ее ребенок, он учится как раз в психологическом вузе. Почему настолько неграмотными являются люди, которые делают такие прогнозы? Ну, мне грустно. Они неграмотные, они слишком грамотные. Ну, для чего-то они это делают, или просто от собственной неграмотности астрологической. Астрология – это, скажем так, инструмент. Вот возьмите нож, да? В руках хирурга можно спасти человека ножом. Он делает операцию, спасет, скажем, повар, он намажет вам бутерброд с помощью, или сделает вкусное блюдо. А бандит просто вас зарежет. Ну, вот, пожалуйста, выбор за вами. Кому вы пойдете? Ну, просто вот есть люди, знаете, у которых не складывается что-то в жизни. Как быть такой ситуацией? Решила бы проблему, сразу же наваливается следующая проблема. Ну, нет какого-то баланса. Почему? Есть это самое. Знаете, вот есть у Злонецкого такое-то. Надо что-то в консерватории менять, знаете. То есть что-то надо посмотреть, почему так происходит. И не обвинять вокруг себя людей, или события, или что-то. А посмотреть что-то у тебя внутри. Что-то, может, там не работает. В внешний мир есть отражение внутреннего. У каждого человека, так и у страны, есть внутренние гармоничные, например, вот линии, они показывают на таланты и способности. Есть и напряженные. Безусловно, они есть у каждого. Без них человек не рождается. И когда мы смотрим в гороскоп человеку внутрь, мы видим, какие противоречия внутри него мешают ему добиваться цели. И очень важно тоже понимать, что астрология, она помогает поставить диагноз. Это как психоанализ психологии. Но с этим можно что-то делать. Мы не просто узнаем о своих каких-то комплексах, страхах, которые нам мешают двигаться вперед и реализовывать свои таланты и способности, а мы можем их изменить. Каждый блок внутри, он действительно мешает человеку быть счастливым. Это то, что у него не получается, но то, что он очень хочет, потому что это потребность заложена в его карте. И психологи здесь уже методами психологии, психотерапии помогают человеку поработать над собой. Не с миром, не с плохими людьми, не с мамой, не с папой, а с внутренним отношением человека к этой проблеме. Ну, говоря проще, скажем, для тех, кто пользуется компьютерами, вот эти страхи, сомнения и все прочее, это как компьютерные вирусы. Которые вот у нас в изобилии в голове. И от них нужно избавиться. Тогда ваш компьютер будет работать, ну, просто с большей производительностью. Вот так. Я надеюсь, вы меня понимаете. Наша школа как раз называется школа астропсихологии. Человек может не просто узнать о своих задачах, он может действительно реально в жизни, поставив эти цели, реализовать, проработав свои минусы и исправив их на плюсы. Очень важно их не подавлять. Их нужно, наоборот, выявить внутри себя, признать, полюбить и помочь им измениться, помочь самому себе стать лучше, благодарнее. Кстати, это очень важный принцип, который многими людьми, у которых не получается быть успешными, нарушают. Очень важно понимать, что сегодня и сейчас человеку уже дано очень много. И если мы не ценим того, что нам дано, дальше мы постепенно забирать то одно, то другое. Таким образом, космос воспитывает человека, дает возможность ему научиться благодарить этот мир за то, то, что он ему дал. И дальше ему дадут еще больше, если он правильно этот принцип поймет и будет принимать. Очень важно нам тоже не обидеться, научиться прощать, принимать, любить этот мир таким, какой он есть, и людей, которые в нем живут. И если будут соблюдаться эти качества, такие, как психологи говорят, вера, надежда и любовь — это иммунитет человечества против любого зла, против любых болезней. Ведь это и психосоматика заболеваний тоже. Если мы долго находимся в напряжении, в неудовлетворительном состоянии, в ненависти, в гневе, в обидах, мы будем сами себя разрушать, мы будем болеть. Чтобы быть здоровыми, нужно исправить отношения к этому миру и научиться его любить. Так, что тут... А, вот, Хлоя, еще интересный вопрос. Была ли какая-то... Наверняка, вы пользуетесь гороскопами, составляете себе какие-то гороскопы? Ситуация, когда вовремя отложили какую-то поездку, запланировали, поставили гороскоп. И прежде чем планировать поездку, сразу сначала отложили гороскоп. У нас был в прошлом году пример, когда мы хотели поехать на 30 марта за границу. Но когда мы посмотрели свой прогноз, мы увидели там большие трудности. Мы взяли, перенесли поездку на конец февраля. И действительно оказалось, думали, что может быть там в конце марта, да? Снегом так засыпано. Если помните, как снегом, тогда всю Украину заехали. И мы бы просто не взлетели. Мы бы просто не взлетели, или бы не прилетели. То есть вот такой, например, вопрос. А как часто составляете себе гороскоп на каждой девушке? Мы составляем на год вперед, и каждый год пользуюсь календарем, чтобы спланировать. Мы составляем свой личный индивидуальный прогноз, вот такой, как вы здесь видите, который состоит из шести методов прогноза. Очень много разных. И вот можно даже по дням посмотреть, какие будут дни, и на такие дни, которые являются ямками, мы не назначаем важных мероприятий для себя. Хотя эти дни требуют от человека просто больше сил для отдачи. Но если можно спланировать какое-то мероприятие на более гармоничный день, затратив меньше сил, мы получим лучший результат. Это правило успеха. Еще вопрос у нас Елена М. пишет нам, наша постоянная читательница. Честно говоря, что если по знаку зодиака и у меня не подходят друг к другу, то счастливая жизнь вместе им, скорее всего, не обеспечена. Что вы думаете по этому поводу? Интересно было бы узнать, если иметь на пару лет и рано. Я вам расскажу такой пример. Согласно вот этим вот знаниям, которые демонстрируют сейчас ваши постоянные читательницы, знаки Дева и Рыба, это вообще несовместимые знаки. Вообще, в принципе. Они противоположны. Но я вам покажу пример двух людей, которые достаточно успешно сотрудничают уже не один год. Это вот, если знаете, эти комики под названием кролики. Тот, который высокий, это рыба, а тот, который толстенький, маленький, это Дева. Вот они работают, и все нормально, все хорошо. Просто они как-то и умеют еще делить деньги и все остальное. То есть, эта теория, как бы, она не подтверждается. Все зависит от каждого человека конкретного. То есть, если есть хорошие чувства, любовь, взаимопонимание и так далее, то никакие эти вот знаки не работают. И кроме того, кроме основных вот этих знаков, есть еще другие. Но это Лена более подробно расскажет. Дело в том, что сейчас мы говорим о солнечном проявлении, а солнце — это мировоззрение человека. На высоком духовном уровне нет несовместимых отношений. Когда люди готовы слышать друг друга, когда они любят друг друга, они принимают друг друга такими, какие они есть. Поэтому здесь исключены варианты непонимания, разобщения. Эгоист даже под самыми идеальными знаками жить не сможет с другим человеком. С ним невозможно жить, потому что он думает только о себе. Когда мы говорим конкретно об этой паре, заметьте, Рав, Рак и Лев. Также могут обратить внимание наши читатели и те, которые тоже родились под знаками, которые стоят рядом. Они не то, что не являются несовместимыми, они являются теми, кто держит друг друга за руки. Вот перед вами рыба и овен сидят. Мы живем 10 лет, у нас только было годовщина нашей свадьбы, мы живем душа в душу, живем каждый год все лучше и лучше. Хотя это тоже якобы знак воды и знак огня, как в данном случае та пара, о которой нас сейчас просят рассказать. Поэтому очень важно прежде всего думать друг о друге и любить. И вот любовь, она творит чудеса. Так что желаем вам любви. Так, смотрим, что тут еще у нас дальше пишут. А, вот Алексей интересуется. Я очень люблю футбол. Делать левопрогнозы на футбольные матчи. Интересно, кто выиграет чемпионат мира по футболу? Кстати, возможно, люди, которые делают ставки на какие-то там команды, они к вам приходят? Есть у вас такие? Нет, нет, таких нету. А реально вычислить? Я вам скажу, что можно этим заняться, но это очень трудоемкое дело. И, в общем-то, ну пока не было таких заказов. И думаю, что можно это сделать. Но мы знаем о коррупции в этой сфере. Вот. В том числе. Причем о коррупции очень такой... глубоко законспирированный. И, ну, когда сами игроки, допустим, делают ставки там через каких-то третьих людей. В общем, ну мы бы этому человеку не рекомендовали этим делать. И вообще лучше не играть в азартные игры. И не в этот черный бизнес, в общем. Причем это не только в нашей стране. Недавно был скандал в итальянской, по-моему, в итальянской футбольной лиге, что сами игроки ставили там на своих и договаривались просто. То есть они тоже те же договорные матчи и так далее, и так далее. То есть, ну мы к этому относимся очень нехорошо. Спортсмены перед соревнованиями? Ну, у нас есть несколько спортсменов, которые с нами советуются и дают обратную связь, как проходят матчи. Я вам скажу, что когда спортсмен в хорошей форме, когда у него действительно благоприятные дни, он играет очень сильно, активно, ну и когда напряженные дни попадает матч в это время, он просто знает, что в этот день ему приходится выложиться по максимуму. Когда он знает о том, что у него день будет напряженный, он готов к этому и выкладывается как-то, ну, по-другому действию совсем. То есть это хорошо, когда... Да, и достаточно успешно играет. В общем, времени у нас мало. Давайте последний вопрос. Давайте. В прошлом году, в декабре, все готовились к концу света. Клава богам и Навали. В ближайшее время будут ли какие-то глобальные катаклизмы, которые могут привести к концу мира? Могут ли затмения повлиять, например, национальные землетрясения и так далее? Нет, затмения могут оказать какое-то влияние на землетрясение. То есть может быть там как-то смещается земная кора там и так далее, но конкретного влияния такого нету и не было. Вот. Я вам расскажу историю, откуда взялась эта про конец света предыдущий. Это был просто, ну, тупо развод на деньги. Как это сейчас принято говорить. Значит, в Мексике идет война. Наркомафия воюет с правительством. Ну, или правительство с наркомафией. И туда упал поток туристов. Просто. Вот. Поэтому туристские фирмы, которые там, туроператоры, скажем, мексиканские, придумали вот эту мульку про, значит, индейцев майя, которое не было ничем подтверждено. Вот. Чтобы для того, чтобы туристы устремились не к тем традиционным, скажем так, как Акапулька, где опасно было, можно было попасть под пулю там в мафии, а новые туристские маршруты. В результате, поток туристов, в результате вот этой вот лжи увеличился в разы. Плюс ко всему, было всем, ну, я не знаю, на разных уровнях там, якобы ученые говорили о том, что будет парад планет. Парада планет не было. Вообще не было. И, кроме того, парады планет происходят периодически, и никакого влияния на жизнь на Земле они не оказывают. Вот. То же самое. Мы недавно узнали, что, значит, готовится очередной, очередной такая же провокация, значит, по поводу того, что 22 февраля там какие-то эти, не Белунги или кто они там эти, ну, как их там. Ну, что-то там, что-то новое придумали эти викинги, викинги там какие-то неграмотные. По их там уже какому-то, значит, и по их вычислениям 22 февраля будет конец света очередной. Ну, это просто, вы знаете, такое впечатление, что какие-то нездоровые, либо нездоровые люди, либо очень такие хорошо информированные, типа спецслужб, начинают распространять вот эту вот дезинформацию населения, чтобы держать их в постоянном напряжении и каким-то образом выманивать у них деньги. То есть под эту, под эти провокации очень хорошо работают разного рода мошенники, которые говорят, вот купи у нас там то-то, и ты спасешься. Это мы уже это проходили не один раз. Кроме того, активизировалось белое братство, вот это вышло на свободу Дэви Марии, она по-новому сейчас называется, она тоже обещала, она правда не решила, когда будет этот конец света, так что ждите, что-то придумают. А затмения и всякие разные такие астрономические явления, они происходят периодически, но они происходят уже миллионы лет, земля, миллиарды лет прощается земля, и в общем-то как-то она до сих пор сижива. Вот поэтому меньше обращайте внимание на вот этих клип уж. Если что, ну обращайтесь к нормальным астрологам, в общем-то, которые это так вот, никогда еще не обещали вот такие вот катаклизмы там или еще что-то. В общем, все будет хорошо, будем жить. Кризис в головах, да и конец света там же, в головах у людей. Спасибо за развернутые ответы, возможно, есть что добавить, какое-то завершающее слово, подвести итоги. Ну, скажи, пожелать людям. Ну, мне хочется пожелать веры, надежды и любви, чтобы она не угасала в ваших сердцах, и когда она действительно в вашей душе, вы будете счастливы. Спасибо. Спасибо.